29 июня Комитет по науке в высшей школе отчитался на заседании правительства о развитии системы среднего профессионального образования. За прошедшие два года, казалось бы, есть чем гордиться. Желающих получить профессию инженера, механика или слесаря стало больше. Но вице-губернатор Роман Филимонов, он курирует сферу строительства, цифрами все равно остался недоволен. Его удивление и возмущение легко объяснить. Специальности архитектуры и строительства в рейтинге популярности среди абитуриентов на одном из последних мест. В хвосте плетется только педагогика, культура и искусство, в лидерах экономика и управления. И это в то время, когда городу остро не хватает рабочих рук. Почему такой маленький процент возможности обучения в ГОО по строительной специальности? Вот 4,7% это возможности государственного образовательного учреждения или это востребованность строительной специальности со стороны абитуриентов или работодателей? Будущих строителей в Петербурге готовят 6 вузов и еще 9 средних специальных учебных заведений. Места за досками и кульманами, как правило, заняты все. Дефицит кадров выражается в другом, объясняет в Комитете по науке высшей школе. И даже если техникумов будет вдвое больше, это не поможет. Мы находимся сейчас еще не на самом дне демографической ямы, но в принципе где-то так уже ближе. В следующем году будет еще меньше выпускников 11 классов, 9 классов, которые каким образом мы уже не можем заполнять, вернее открывать только по принципу, что необходимо еще увеличить объем специальности. А увеличивать действительно нужно, причем в разы. Петербург бьет рекорды. В этом году сдать хотят почти 2 миллиона квадратных метров жилья, в том числе бюджетного. Строить новые дома собирается и Федор Фирсов, студент третьего курса колледжа строительной индустрии. Заманчивое предложение ему уже поступило. Должность – заместитель прораба. Зарплата – 40 тысяч рублей. И это только для начала. Я вот согласен, но сейчас я все-таки сначала на юг съезжу, а потом проработаю. Наши студенты, выпускники очень котируются на рынке труда, потому что они не только знают теорию, но и хорошо разбираются в практических вопросах. Поэтому и трудоустройство наших выпускников – это порядка 63% именно по специальности. Этот строительный колледж – крупнейшее учебное заведение не только в Петербурге, на всем Северо-Западе. В прошлом году, благодаря национальному проекту образования, здесь обновили компьютерную базу в мастерских техниках по последнему научному слову. Есть специальные лаборатории, где на прочность тестируют строительные и отделочные материалы. Но вот нюанс. С таким багажом знаний идти на стройку, чтобы класть кирпич, студенты, конечно, не хотят. 20 лет назад здесь шли бои. А сегодня на передовой мирного труда работают бригады Кузнецовского домостроительного комбината. Монтажники бригады Алексея Пикалова победили в предоктябрьском социалистическом соревновании. 60-е кадры хроники. Ленинград прирастает хрущевками. Тогда, как и сейчас, вспоминает руководитель крупной фирмы Григорий Тентлер, работали на стройках коммунизма, в основном приезжие. Раньше их называли лимитчиками. Теперь, говорят, гастарбайтеры. Во времена Советского Союза ленинградцы почти не шли на стройку. Их было очень мало. Ну, в конце концов, по-человечески это объяснимо. На стройке очень тяжелая работа. Как физически, так и морально. Там не такие хорошие бытовые условия, например, как на заводах. Там нет таких столовых, как на заводах. На объектах Григория Тентлера гастарбайтеры тоже есть. 62 человека. Восьмая часть всего коллектива. По словам руководителя, их труд несложный. Подай-принеси. Как в театре. Кушать подано. Дешевая рабочая сила для большинства крупных подрядчиков – главный инструмент. Наш бизнес, прежде всего, нуждается в мигрантах. Это не только дешевая рабочая сила. Для них это тот самый переменный капитал, который они не хотят увеличивать, потому что они будут терять свои доходы. Без мигрантов индустрия города Петербурга, промышленность города, собственно и сам город без трудовых мигрантов, очевидно, не справится с теми задачами, которые стоят перед таким большим городом, как наш мегаполис. Избавляться от трудовых мигрантов, уверен социолог, бессмысленно. Их уже почти полмиллиона. Без рабочих из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стройкомплекс Петербурга обречен на застой. Другое дело, что уровень знаний и умений приезжих можно и нужно подтянуть. Например, по системе государственного заказа или за счет строительных ферм. Мы бы могли организовывать краткосрочные курсы по переподготовке, повышению квалификации данных работников. Но в настоящее время, к сожалению, работодатели не очень заинтересованы в квалифицированной рабочей силе, потому что финансово выгоднее работать с людьми, которые не имеют достаточных навыков. Идею пока только обсуждают. Быструю ставку предпочитают делать все же на выпускников петербургских школ. Для них ежегодно проводят ярмарку вакансий и образовательный форум, где рекламируют профильные техникумы. Насколько успешна такая пиар-компания, легко убедиться, побывав на любой городской стройке. И послушав, на каком языке там обсуждают команды русского прораба. Екатерина Комова, Павел Балакирев, Максим Смирнов. События недели.